Утро в Доме Российского Исторического Общества началось с открытия выставки, посвященной столетию отечественной гражданской авиации. История этой отрасли – это яркая страница в истории нашей страны. Она вмещает в себя и множество научных открытий, смелых инженерно-конструкторских решений, подвиги пионеров этой отрасли. И, конечно же, судьбы тысяч и тысяч людей – пилотов, бортинженеров, техников, бортпроводников. Модели воздушных судов, документы, фотографии, плакаты, медали и личные вещи летчиков. В экспозиции в хронологическом порядке представлены экспонаты, отражающие ключевые периоды развития отечественной гражданской авиации с начала 20 века и до сегодняшнего дня. Многие предметы выставляются впервые. В экспозиции нашей выставки представлены форума командира воздушного судна Семеновича Сергея Владимировича. Экспозиция рассказывает и о выдающихся отечественных авиаконструкторах – Поликарпове, Илюшине, Антонове. О героической эпопее по спасению челюскинцев, о страницах авиации в годы войны и о современном этапе развития отрасли. Здесь собраны модели самолетов и вертолетов, документы, пилотские книжки, летные свидетельства. Здесь фотографии руководителей отечественной гражданской авиации и тех героев. Демонстрация этой выставки будет помогать новым поколениям, новым поколениям конструкторам, мальчишкам и девчонкам прийти в эту крылатую отрасль. После осмотра выставки состоялся круглый стол. Открывая заседание, Сергей Нарышкин заметил, что мечта о покорении небесных просторов веками волновала умы выдающихся отечественных изобретателей. А за минувшие сто лет наша авиация достигла впечатляющих результатов. И сегодня у России есть все возможности, чтобы при любом развитии ситуации в мире гарантировать нашим гражданам бесперебойное авиасообщение. Есть интеллектуальный потенциал, технологический потенциал, есть все возможности, чтобы российское авиастроение сделало новый рывок. В ходе круглого стола собравшиеся обсудили роль авиационной отрасли и в судьбе страны, ее текущее состояние и перспективы развития. Огромный опыт, накопленный в годы войны, обусловил настоящий прорыв в советском авиастроении. Именно в этот период были спроектированы знаменитые пассажирские самолеты Ил-18 и Ту-154 и первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. Гражданская авиация стала комфортным и массовым способом перемещения. Сегодня Россия располагает уникальной школой подготовки авиаконструкторов и пилотов, диспетчеров и штурманов. Опираясь на богатые традиции, отечественная гражданская авиация продолжает успешно развиваться. Можно с уверенностью сказать, что люди, которые идут учиться сегодня, идут учиться на направление подготовки, связанное с авиастроением и с эксплуатацией воздушного транспорта, без работы не останутся. Это динамично развивающийся отрасль. У нас есть две так называемых УГСН, укрупненные группы специальностей и направлений подготовки. У нас связаны с авиастроением, авиационной и ракетно-космической техникой. Порядка 5,5 тысяч бюджетных мест в этом году, в предстоящем учебном году направлены на эту группу. И вторая группа аэронавигации и эксплуатации авиационной и ракетно-космической техники. 2,5 тысячи бюджетных мест в этом году. Второй год подряд госкорпорация Ростех выступает учредителем специального приза за популяризацию отечественных разработок в рамках Всероссийской премии «За верность науке». В этом году победители вновь посетят инженерный центр корпорации «Иркут» и увидят, как разрабатываются гражданские лайнеры нового поколения МС-21. Большую роль в обеспечении технологического суверенитета играет и федеральный проект «Передовые инженерные школы». Действует 30 передовых инженерных школ в 15 регионах. Вот одна из них в Уфимском университете науки и технологий включает в себя школу «Моторы будущего» для подготовки кадров для авиационной промышленности. И уже среди их достижений и разработок стартер-генератор для авиационного двигателя ПД-35. Сто лет назад, объединив усилия государства и науки, СССР удалось за несколько лет добиться полного импортозамещения иностранных самолетов. Теперь история повторяется. И в условиях нового санкционного давления российская авиационная индустрия стоит перед новыми вызовами. Служба информации фонда «История Отечества». Служба информации фонда «История Отечества» Служба информации фонда «История Отечества». Служба информации фонда «История Отечества»